Трудные места с библейским порталом Экзегет. Первое послание фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Маленький такой стих. Все слова понятны. По-гречески топнеума мэсбэннюте. Синодальный перевод «Духа не угошайте». А что это значит? Вот, скажем, перевод, который под редакцией Михаила Петровича Кулакова, прямо как толкование звучит «Огня в себе, который от Духа не угошайте никогда». Звучит немножко как строка из романса, но понятно, что здесь просто разворачивается эта метафора, что значит угасить Дух. То есть Дух как огонь, это метафора, и угасить Его, по-видимому, означает, ну, каким-то образом, уничтожить Его действия, воспрепятствовать Ему. Слушайте, но Дух, а здесь, в общем-то, явно имеется в виду Дух Божий, потому что предыдущий стих «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». И об этом мы уже немножко говорили в 16 стихе. Я сейчас не буду повторяться, там такая троица «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь за все благодарите», которая, на первый взгляд, кажется абсолютно абсурдной и даже глупой. Как можно всегда радоваться и за все благодарить, когда в мире столько зла и столько всего плохого происходит. Но сейчас я не буду это разбирать, это мы разбираем отдельно. А вот что значит Духа не угощается? Только воля Божьей во Христе Иисусе подсказывает нам, что Дух в данном случае — это Дух Божий, который действует в человеке. Как его можно угасить? Разве это бывает? Разве человек может как свет включить, выключить, или там свечку задуть, тогда не было, конечно, электричества, светильник задуть, можно так Духа, что ли, святого задуть, да? А давайте почитаем, что он дальше, синодальный перевод. Пророчество не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Спасибо, конечно, Павел, конкретики ноль. Все испытывайте хорошего, держитесь. Знаете, есть люди, которые говорят, жизнь надо все испытать, и дальше список удовольствий. Я не буду его перечислять, потому что Роскомнадзор нас забанит за это дело, да? Нельзя некоторые из этих вещей называть. Серьезно есть такие люди? Я их встречал, которые говорят, все надо в жизни испытать, попробовать, да? Фух, явно не это. Удерживайтесь от всякого рода зла. Ну да, да, делайте все хорошее, не делайте ничего плохого. А где критерий? Павел, пожалуйста, списочек. Мне непонятно ничего. Причем здесь Духа не угошаете? Сам же Бог мира, да, осветит вас во всей полноте, и ваш Дух, и Душа, и Тело, троечасное отделение человека, во всей целости, да, сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Хорошо бы, да только как. Духа не угошайте. Причем здесь это? Смотрите. Это уже ближе к концу послания, и, в общем-то, это звучит отчасти как наставление, отчасти как такое последнее приветствие. То есть, будьте здоровы, живите богато, да, вот как в песне поется, и Духа не угошайте. И получается, что это вот такое, скорее, пожелание, чем наставление. Наставлений было много. Только что перед этим, прямо там, и вопросов у нас особых не возникает. А Павел пишет о том, как нужно уважать трудящихся у вас, предстоятелей, почитать их с любовью. Ну, все понятно, да, вот. А здесь как можно не угошать духа? А вот смотрите. Если бы Павел нам дал полный список, не только Павел, Христос, если бы нам дал полный список, кто угодно, Вселенские соборы, правил на все случаи жизни, было бы это христианство, или это было бы какое-то новое течение фарисейства, в котором, ну, немножко по-другому, там, постятся в другие дни, по другим уставам, молятся по другим книгам, но, в принципе, все то же самое. Это не было бы, наверное, вот тем, для чего пришел Христос. И в христианском представлении о Боге Отец, понятно, Творец, Сын, понятно, это Христос, а Дух это что, это зачем? Он не присутствовал среди людей, вот, как Христос в какой-то зримой форме, постоянно, чтобы можно было с Ним говорить. И не случайно, вот, христианское богословие, оно как-то очень многое подробно говорит об отце, еще больше, еще подробнее о Сыне, ну, о Духе как-то вот очень кратко, и как-то немножко неловко даже, потому что, ну, что можем сказать? Ну, Он есть, Он действует. А вот в этом, может быть, и все дело. Он действует, и мы не всегда понимаем, как. Можем ли мы распознать Его действия в нашей жизни? Мне кажется, да. Да, не на сто процентов, да, не всегда, да, кто-то будет спорить, да, будет вечное, бесконечное препирательство на тему, кто там безблагодатный, какие там юрисдикции лишены благодати, какие не лишены, по каким основаниям, и все такое прочее. Все это без конца происходит. Кстати, довольно смешно выглядит, нелепо выглядит. Но мы чувствуем иногда действия Духа в жизни своей, в жизни общин, к которым принадлежим, иногда к которым не принадлежим, но видим. И бывает так, что это неудобно. В конце концов, когда Христос проповедовал, когда Он творил чудеса, что стремились сделать фарисеи, саддукеи, некоторые книжники, иродиане, ну, его противники, если объединить их этим словом? У них же поначалу особых даже претензий к Иисусу не было, кроме того, что вот в субботу не исцеляй, об этом не проповедуй, авторитеты нашего не подрывай, потому что мы здесь главное. А действие Духа Божьего, которое даже для них было несомненным, нам мешает, говорили они. Прекрати это, что они делали, как не угошали Дух. Разве не бывало того же самого в истории уже собственно христианства, когда явное проявление Духа в жизни людей, в жизни общин угошались, потому что это неудобно, неформатно. И смотрите, как интересно, он прямо перед этим в пятой главе Павел подробно расписывает, увещевайте друг друга, назидайте один другого, уважайте трудящихся и представителей. То есть он описывает, по сути дела, вот такую иерархию церковной общины, где есть горизонтальные связи, обязательно без них никуда, есть вертикальные структуры, без них тоже никуда. Но на это все налагается призыв, Духа не угошайте, потому что Дух действует не всегда по расписанию, не всегда он спускается, знаете, по иерархической лестнице, он действует там, где он хочет, и так, как он хочет. И в виде его действия не нужно его угошать. И сразу за этим он объясняет, пророчество не уничижайте. Что это? Ну, можно сказать, читайте книги ветхозаветных пророков, относитесь к ним с уважением. Да, можно, но, судя по всему, здесь все-таки имеется в виду и другое, то, что существует пророчество как действие, которое здесь и сейчас проявляется в жизни людей. И очень легко его унизить, отказаться от него и сказать, да нет, это не вписывается в нашу картину мира, у нас уже все тут, Господи, не мешай нам, пожалуйста, у нас тут все свое, мы все построили, у нас все хорошо, ты нам не нужен. Иногда получается вот буквально так. И в это врывается Дух. Он может врываться в форме, например, пророчества. Человека, который говорит неудобные вещи, а пророки почти всегда говорили неудобные вещи. Вот как раз когда у нас все свое, у нас все сложилось, все устроено, приходит пророк и говорит, так, что это за безобразие? Господь говорит, да, и дальше обличает это безобразие. Не уничижайте его. И вот в этом смысле все испытывайте, хорошего держитесь, очевидно относятся прежде всего к этому Духу и пророчеству. Проверьте. Ну, нельзя сказать, что любое пророчество, оно обязательно от Бога, иначе человек придет и скажет, я пророк, все, все делают, как я скажу. Да, это тоже нелепость. Поэтому испытывайте, как он не говорит. Но предполагается, что если община здорова, что если она живет вот этой жизнью во Христе, то у нее найдутся способы это проверить и понять. Расписывать это все заранее не надо, не надо выстраивать жесткое, знаете, такое штатное расписание, регламенты по обращению со Святым Духом, техника безопасности и так далее. Это не нужно в общении. Нужны, прежде всего, некоторые принципы. И самое главное, что нужно, это действие Святого Духа, которое может выражаться в непривычных формах, которое может удивлять, которое может каким-то образом быть неприятным кому-то. Потому что, ну, когда вот все ты наладил, все у тебя работает, а тут друг что-то на тебя находит или на других находит, и все совсем не так, как ты привык. Но не угошайте. И если вы сомневаетесь, что вы не можете разобраться, где одно, где другое, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока. То есть вы понимаете, что вся эта ваша деятельность, она без Бога ничто. и что, в общем, только он может наполнить это смыслом, содержанием, радостью и чем-то таким, ради чего это вообще все существует. Но вы можете попытаться загасить этот дух, вы можете попытаться сказать, что вам без него проще. Вот тогда у вас вряд ли что-то хорошее получится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok